всем привет с вами кирилла вы на канале кирилл ге мы сегодня с новой серии на проекте музей холиплей это второй сервачок все ссылочки есть в описании под видео поэтому заходите смотрите и начинайте играть вместе со мной ну и конечно же не забывайте уйдеть мой промокод пишите сэш мм сибой пункт промокод указать друга ютубера и вводите промокод полканов z промокод вы получите 450 тысяч если просто вкачайте уровень на пятом уровне вам дадут 150 тысяч на десятом уровне вы получите 300 тысяч поэтому берите вводите промокодек на любом сервачке и забирайте свои бабки но в этом ролике дамы господа мы посмотрим новое зимнее обновление посмотрим ивент какие там призы и так далее то есть видосик будет реально интересный наконец-то вышло это долгожданное обновление это долгожданный просто ивент просто реально самый просто лучший самый интересный самый пиздатый поэтому я от вас хочу увидеть очень хорошую активность давайте на этом ролике наберем 200 лайков я вам буду очень сильно благодарен ну и конечно же не забывайте подписываться на канал потому что буквально вот через пару дней новый год а я хочу очень сильно 22 тысячи подписчиков на канале поэтому кто не подписан пожалуйста подпишитесь на канал всем желаю приятного просмотра а тем кто кушает приятного аппетита ну что ж дамы господа вот я уже на новогоднем острове мы сейчас подробненько все посмотрим я уже здесь побегал посмотрел уже на санках прокатился папки поучаствовал то есть ну немножко уже посмотрел не видоса что я могу сказать в принципе все хорошо сделано никаких баллов пока что я не заметил насчет квестов квесты буду приходить проходить на стриме поэтому кто желает приходите на стрим сегодня вечером будет стрим скорее всего я там буду проходить квесты поэтому кому интересно приходить посмотрим самое просто интересно что добавили это получается у нас новогодний вент и давайте посмотрим призы которые есть в этом венте я честно немножко подрастроился потому что здесь нету вообще третьего чипа есть как бы гидравлика нитро аудиосистема но второго либо третьего типа нету но в целом призы очень даже хорошие интересные добавили также новые машины то получается фланкеры плюс там в автосалон добавили новые машины я вам это чуть позже покажу там позже 911 в новом кузове как бы добавили новые ауди вот еще добавили ваучеры также можно приобрести будет спец очки кстати тоже можно будет приобрести это тоже очень полезная тема потому что отлично для меня спец очки как бы очень важны поэтому скорее всего я их буду покупать потом за снежки но самое главное что я хочу забрать это гидравлику на магнум и вот еще и дополнительные слоты я бы тоже забрал поэтому на венте буду немножко задротить поэтому как бы надеюсь то что накоплю также добавилась такая новая тем как амазинг пас она стоит 950 амазингов как бы там нужно проходить задание за эти задания вы получите будете получать призы бы вот это все можно посмотреть да как бы каждый уровень видите на каждый уровень свои призы как бы есть то есть вы можете купить себе амазинг пас там проходить задания и за эти задания получать там вот всякие такие вот интересные награды там их спишки золотые рулетки там всякие и так далее то есть темка довольно-таки прикольная. Не знаю, может быть себе потом ее куплю и посмотрим вообще как это работает. Как я думаю вы поняли то, что пока что цен нету на призы, то есть они еще не сформировались. Сейчас разработчики будут смотреть как мы фарим снежки, от этого отталкиваться и потом будут цены как бы на призы. Пока что цен нету, но можно в принципе фармить. И пацаны добавили просто наши любимые просто самые лучшие саночки. Я честно их еще ни разу не прошел. Но они не особо сложны, просто надо выучить как бы карту. Их очень можно легко пройти, но просто надо уметь. Просто надо придрочиться, надо выучить полностью эту карту, как проходить там и так далее. Но санки пацаны это реально тема просто. Это реально просто тема на которой можно снежки зарабатывать. Сейчас за один спуск дают получается 30 снежков. Да, это не особо много но если придрочиться, можно там в принципе там за минуту проходить, я думаю покататься, привыкнуть, придрочиться и потом все будет в принципе хорошо. Я пацаны честно трассу еще полностью сам не проходил, там ну на процентов 70 я ее проезжал. Ну да пацаны, как бы не особо легко, но пройти в принципе думаю можно. Сильно пацаны разгон не берите там, чтоб стену допустим проехать надо там, ой 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 ой, чтоб разгон был короче 50 км. Прикиньте, до елки не доехал вон короче елка была и на нее она была заехать. Ну то есть трасса на самом деле не сложно. Я вот почти с первого раза прошел поэтому прям очень сложного ничего нету. То есть если придрочиться, если привыкнуть, то можно будет легко ее проходить. Также давайте я вам покажу аукцион снежков. Там на самом деле не особо много цены сейчас здесь совсем неадекватные то есть ну реально дорого типа вот по 10 тысяч продают за один снежок то есть пацаны это цена не за все снежки потому что кто-то может затупить и подумать то что это цена за все снежки это цена за один снежок если что то есть на самом деле ну здесь сцены очень дорогие то есть я считаю нормальная цена это там две тысячи тысячи вот так вот будет нормально но покупать там по три тысячи там по пять тысяч по 10 типа этого очень дорого непонятно что сколько будет стоить вы сейчас накупите снежков ебать потратите кучу денег, и потом просто, ну, уйдёте в жёсткий минус, например. Ну, либо наоборот, могут ценные снежки подняться, и потом они будут ещё дороже. Я вот сейчас прилагаю пойти на пабх, потому что я ходил, мне там, в принципе, всё понравилось, то есть там довольно-таки интересно, можно подстреляться, как бы, покататься, пофармить, как бы, всякие плюшечки, поэтому мне эта темка понравилась, сейчас я пойду, вам покажу. Там, на самом деле, сложно, там надо именно толпой играть, то есть, если в одиночку играть, пацаны, то у вас толком ничего не получится, надо именно толпой ходить, здесь, как бы, людей, в принципе, много, на самом деле, то есть, вам просто надо ящики, как бы, искать, и в ящиках там будут всякие плюшечки, короче, там, туда-сюда, сейчас я вам попытаюсь показать, как вообще ящики выглядят. Здесь надо чисто толпой играть, потому что, если вы будете в одиночку бегать, то у вас, в принципе, ничего не получится. Пацаны, вот видите, красный значок горит, значит, здесь ничего нету, а если будет жёлтый значок, значит, там что-нибудь лежит. Ну, вот такие вот, да, есть, в принципе. Без долбоёбов, пацаны, как бы, сами понимаете, амазинг-неамазинг, поэтому, да, долбоёбы есть везде, это нормально. Наглядно показал, что в одиночку лучше не бегать, и без оружия, пацаны, лучше тоже не ходить, лучше с собой берите, там, патроны, материалы, там, и так далее. Ну, что ж, теперь я предлагаю посмотреть другие обновления, их не особо много, но есть, что интересно вам показать. Первое, что я заметил, это добавили такую возможность, то, что вы можете включить неон, либо выключить. Нажимаете кнопочку С, и вот управление, как бы, вы можете включить, как бы, неон, можете его выключить, вот, например, всё, его выключил. Не знаю, кому это надо вообще, но в целом прикольно, потому что добавили возможность включить, либо выключить неон. Возможно, кому-то он надоел, и кто-то хочет выключить, поэтому вот эта темка довольно-таки полезная. Итак, что я хочу вам ещё новенького показать? Это то, что обновили интерьер магазина одежды, пацаны. Это шо, ебать, за выселение просто. Вот это жёстко было. Я такой думаю, я думал, там дорогу перекрыли, думаю, ого. Короче, сейчас посмотрим новый интерьер магазина одежды, и там, по-моему, ещё добавили, если я не ошибаюсь, вроде бы добавили новые скины. Либо они в контейнере, либо они не в контейнере, короче, не знаю. Сейчас посмотрим. Ох ты, ебать, нормально, нормальный хуй. Не, ну, в принципе, вот теперь интерьер реально пиздатенький, потому что перед этим был интерьер, он какой-то был очень тёмный, вообще старый, а сейчас прям, блядь, по красоте. Мне нравится, пацаны. Давайте быстренько посмотрим, есть ли тут что-то новенькое. Прямо, если что-то увижу прям интересно, то, в принципе, я вам об этом скажу. Вот этого скина, по-моему, не было. Такой в камуфляжных... Курточка прикольная, штаны говно, но курточка, пацаны, прикольная. Федячу, куда без него, ебать. Вроде бы всё. Вот этот скин мне реально понравился, блин. Я бы его себе бы купил, реально. То есть он такой, ебать, прикольненький. Бля, лям 700, пацаны. На скин тратить, конечно... Ну ладно, давайте купим, ебать, хули. Давайте купим. Ох, ебать. Та ты шо. А ну, если рюкзачок, ебать, снять? Амазинг, ебаный брод. Не, вот этот скинец прикольный такой. Амазинг, рп, ебать, все дела, пацаны. Та ты шо, дядя, ебать. Вот это богатый, чисто дядя такой вышел, чисто, ебать. Курточка Амазинг, ебать. Не, курточка пиздатая, и написано сзади Амазинг, но штаны мне не нравятся. Штаны говно, но курточка прикольная. Я чисто ради курточки, на самом деле, его купил, поэтому... Опа, ебать. Заебись, пацаны. Так, а шо, можно две стороны арендовать? Давайте попробуем. Бигболт, ебать, свободный, пацаны. Нормалды, ебать. Так, быстренько. Так, шо тут написать, пацаны? Я даже не знаю, на самом деле. Амазинг. Блин, я не знаю, тут можно промокод рекламировать или нет. Ладно, давайте попробуем. Я не знаю, можно ли такое рекламировать, пацаны. Все, пацаны, я арендовал, короче, два гибборда. Так, вот эти самый лучший промокод полканов. Нормалды, пацаны. А здесь с другой стороны реклама бизнеса. Работает бизнес-237 в Батырево, Роговиче, ДПС. Бля, красота, пацаны. Красота, ляпота просто. Вот это я молодец, да, пацаны? Ну, что промокода не знаю, можно ли такое рекламировать, просто я, типа, не в курсе. Если шо, потом, как бы, уберу. То есть, я чисто вам для видоса, пацаны, показать, как это работает вообще. Ну, что ж, дамы и господа, теперь я предлагаю потестировать новые машины, которые доступны в автосалоне. Вот такой вот вольфик добавили. Ох, какая малышка, ты шо, да, да, бля, ты шо. Давайте чипочек накинем первый, пока что. Бля, ну, звук, конечно, пацаны, у него очень странный. Ну, такая, знаете, бюджетненькая, чисто машинка такая, ну. Но она прикольная, честно. Мне нравятся вот вольфы. Мне всегда нравились, типа, это, ну, такая прикольная машина, мне кажется. Звук, конечно, ебать, уебанский, до горя, но сама машинка симпатичная, пацаны. Сейчас попробую по приморью разогнать максималку, пацаны. Не знаю, получится или нет, но попробуем. Так, опа, давай. Пошла, родная. Короче, 200 она поедет по-любому. Просто тут нету столько места, чтобы разогнать. Ненормальный аппарат, пацаны. Вот для новичка вообще, ебать, тачка огонь. Также, дамы и господа, обновили вот такой вот мерседесик просто. Он теперь такой заряженный, ебать. Пушечка такая. Ух ты, ебать. Нормально, кстати, ебашит, пацаны. Его обновили, теперь его на такой в новом кузове, короче. Ох, ебать, ты шо, родная. Он без чипа, пацаны. Я даже чип не ставил через тюнинг. А он ебашит, шо, дурной, нахуй. Бля, я хочу себе такой мерседес, пацаны. Реально. Он очень быстрый, ебать. Так это без третьего чипа, пацаны. Чекать, ебать, 200 уже было, ебать. Вот, пацаны, без чипа, ебать. Он 220 без чипа едет. А с третьим чипом сколько он будет ехать, ебать? Ух, ебать, урод. Вот это уебало, ебать. Ого, ебать. Ого. Не, пацаны, я себе хочу этот мерседес. Сколько он стоит? Подождите. Ух, ебать, 17 миллионов. Ебать. Вот это он подорожал прям жестко, пацаны. Реально жестко подорожал. Ну, бля, он ебашит, что ебанутый. Реально. Максималка 260, пацаны, с первым чипом, максималка. Не, ну это жестко, ебать. Он с третьим, наверное, будет 350 ебашить. Ну, что ж, дамы и господа. На этом я буду заканчивать данное видео. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки просто. Подписывайтесь на канал. Давайте на этом ролике наберем 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Всех просто с наступающим Новым Годом. Желаю, чтобы вы отлично провели Новый Год. И в Новом Году у вас все было прекрасно. Чтобы вы не болели, чтобы у вас все было хорошо. У вас, у ваших там родителей, близких и так далее. То есть, желаю вам всего самого лучшего. Чтобы у вас реально никогда не было проблем. И чтобы всегда все было по кайфу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.